На этом уроке мы познакомимся с некоторыми способами работы с клипами на таймлайне. Мы изучим их перемещение, функцию линкования и снеппинга. Все операции мы будем проводить с помощью инструмента выбор. Ваш указатель должен выглядеть как стрелочка. Если это не так, тогда просто нажмите кнопку на клавиатуре. Эй! Вы заметили, что каждый раз, когда я выбираю видео, выделяются также и аудиотреки. Любая моя попытка выбрать только видеотрек обречена на провал. Причина кроется в том, что сейчас у нас включен режим линкования. В этом режиме выбор объекта происходит вместе с прелинкованным аудио или видео, в зависимости от того, что вы пытаетесь выделить. Сейчас я отключу линкование. Это делается с помощью кнопки, либо шорткатом Shift-L. Теперь я спокойно могу выбирать отдельные видеоклипы. Теперь, чтобы выделить видео и аудиотрек, мне приходится выделять целую зону. Команда Shift-L отключает линкование для всего таймлайна, но иногда нам нужно снять линкование только для определенного клипа. Как это сделать? Сейчас я увеличу масштаб таймлайна и размер трека, а также включу обратно линкование. Обратите внимание, название видео и аудиотрека подчеркнуто. Это означает, что файлы прелинкованы. Чтобы их разъинковать, мы используем шорткат Яблоко-L. Нужный нам клип должен при этом быть выделен. Как только мы использовали эту команду, подчеркивание в названии клипа исчезло. Теперь мы можем выделять отдельные треки этого клипа, даже если у нас включен режим линкования для всего таймлайна. Вы видите, кнопка активна. Сейчас я покажу вам небольшой фокус, который должен объяснить вам суть линкования и как оно работает на практике. Я захожу в окно браузера и выбираю звуковой файл. Это файл с эффектами. Перетаскиваю его прямо на таймлайн. Сейчас мне точность не нужна, поэтому я жертвую ею в обмен на скорость. Уменьшаю длину клипа, чтобы он точно соответствовал моему клипу. Теперь происходит само волшебство. Я выделяю все треки и нажимаю Яблоко-L. Посмотрите, у нас вновь появилось подчеркивание названия клипа. Но самое главное, в нашем клипе появились два новых аудиотрека. Если я выбираю этот клип, то новые два трека также выделяются. Теперь они – часть этого клипа. Самый элементарный способ перемещения клипа – это его перетаскивание. С помощью перемещения я могу осуществлять вставку в режиме Override. Давайте отменим эту операцию. Теперь я хочу сделать вставку, чтобы мой таймлайн сдвинулся вправо и новый клип встал на это место. Не так-то просто это сделать. Чего-то нам не хватает. Конечно. Я забыл нажать кнопку Alt. Посмотрите, как изменился наш указатель. Если раньше он был направлен вниз, то теперь он направлен вправо. Весь таймлайн сдвинулся вправо, и мой клип точно встал по началу склейки. Клипы вокруг никак не изменились. Если я зажму Alt и начну перетаскивать клип в другое место, то я автоматически копирую его в другое место. Если поставить клип на таймлайн, не отпуская Alt, то он встанет в режиме вставки, то есть отодвинет все клипы вправо. Если отпустить Alt, то клип встанет в режиме Override. Теперь у меня на таймлайне два одинаковых клипа. Я также могу перемещать выделенные клипы вправо с помощью клавиши правая скобка. Разновидностью является перемещение с помощью комбинации клавиш Shift-скобка. В таком варианте клип перемещается на одну секунду при каждом нажатии. При таком перемещении Final Cut не даст мне случайно перезаписать имеющиеся на таймлайне другие клипы. В случае столкновения с другим клипом он выдаст соответствующее предупреждение. Поэтому смело двигайте свои клипы с клавиатуры. Вы ничего не потрете. Я хочу рассмотреть с вами еще одну интересную функцию. Вы должно быть обратили внимание, что каждый раз, когда я перемещаю свои клипы, они точно становятся к другим, как будто прилипают. Этот режим работы с клипами называется Snapping. Он включается кнопкой в панели таймлайна, либо шорткатом N. Если этот режим отключен, посмотрите, как начинают вести себя мои клипы. Я больше не чувствую границ клипов. Я могу спокойно входить в другие клипы настолько глубоко, насколько я этого хочу. Будьте осторожны. При работе в этом режиме вы рискуете затереть свои клипы на таймлайне. Помимо этого, нам доступны и знакомые каждому функции. Например, шорткат Яблоко X вырезает выделенный клип и оставляет на его месте гэп. Комбинация Яблоко V вставляет вырезанный клип или фрагмент по позиции плейхеда. Посмотрите. Яблоко V работает как вставка в режиме перезаписи. Если вы хотите вставить в режиме вставка, вам нужно воспользоваться шорткатом Shift-V. Как убрать образовавшийся гэп? Мы можем выделить часть клипов на таймлайне справа от него и перетащить их в режиме снэппинга к левой части. Но проще поступить по-другому. Мы выделяем гэп. Мы можем выделить пустое пространство на таймлайне, если это не пустой трек. На этом треке у нас есть клипы, поэтому пустота – это тот гэп, который мы можем выделить. Теперь нажимаем кнопку Backspace и готово. Будьте осторожны, когда удаляете клипы на таймлайне. Если вы удаляете их с помощью Backspace, то все клипы сдвигаются влево. Удаление с помощью Delete не сдвигает клипы на таймлайне. Продолжение следует... Продолжение следует...